Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, мне 26 лет. С молодым человеком, мужем и мужем в отношениях 3 года. Год назад я узнал, что беременна, мы сразу поженились, и муж мне сказал, что мы совсем справимся. До свадьбы я чувствовал, что он моя опора, что он мужчина, и ощущал себя манукой девочкой. Он действительно выполнял все свои обещания, плакал за меня и защищал. После свадьбы начался кошмар. До рождения ребенка мы стали делать ремонт, в итоге он ничего не успел доделать до рождения ребенка. Потому что для помощи звал друзей, они чуть поработают, потом 2 часа болтают и пьют чай. В итоге я думал, что вернусь ребенком из роддома в чистый дом, вернусь в склад, вострою материалами. Это было очень обидно, и он мог бы все успеть, если бы по-взрослому распоряжался временем. Он обещал, что все успеет, но не успел. Мне было очень обидно, но я закрыл на это глаза. Живем мы у меня дома. Я, моя мама, он и ребенок. Так решил я, потому что не в состоянии обеспеченное жильем. А с его родителями я просто не смогу жить. За квартиру платит мой бренд, он работает старше и состоятельнее меня. Ули хотел нам помочь, но видимо моего мужа это очень устраивало, удобно и он сам никогда не понимает темы, что мы сами должны платить за квартиру. Наконец-то мы пробуем сами оплачивать коммуналку, но я не уверен, что это слово не ляжет на мои плечи. Потому что он элементарно забудет проверить почтовый ящик со счетами. Далее, после свадьбы начались претензии от его мамы и папы, что я не так к ним обращаюсь, что я им не пишу, что я не хочу ездить к ним на дачу. Они пытаются меня переделать под себя, его папа очень ироничный, муж из-за него стал заикаться, поэтому я их и избегаю, у них еще на разборке дома и нервы. У меня же все спокойно, дома всегда в семье было. Поэтому я вообще против того, чтобы его папа общался как-то с нашим сыном. Я хочу сберечь нервную систему ребенка. Муж работал в ЗП 30 тысяч, его сейчас повысили, но это все несерьезно смешное за ребенка, нам не хватит. Я не могу пойти на работу, так как ребенок от меня зависит. Муж же только на словах говорит, что найдет вторую работу или что сменит эту. На деле его устраивает, он никуда не рыпает. А ребенка думает в последнюю ночь, и при любой возможности он уходит погулять с друзьями. Я стал нагружать его ребенком, чтобы понял, каково мне, но он по сути всего день снизу на меня сорвался и начал орать. У моего мужа вечные претензии, что в доме все не так. Хотя это не его дом. Напоминаю, мы живем у моей мамы. Если бы не я, он бы до сих пор шеголял при моей маме в одном нижнем белье, потому что он так привык и так удобно. Я еле-еле объяснил, что это элементарно неприлично. Сюда подходит фраза «в чужие монастырь со своим вставом не лез». Ремонт он тоже не доделал, неестественно. Я заметил, что раньше, когда он жил мне со мной, его мама нянчилась вечно с ним и его папой. Все для них делает. Работает, тащит их двоих на горбу. Его папа посылает и грубит его маме. Она все кушает и опять их всех нянчит. Я ему всегда говорил, что на семье так не будет, я не его мама. Что я хочу чувствовать себя женщиной, а не мамой. Он меня слушает, пытается исправиться, что-то делает, но ничего не выходит, ничего не меняется. Он не понимает меня, что именно меня не устраивает, он как в вакууме. Я чувствую себя мамой одиночкой двоих детей, потому что он как мужчина не состоял. Денег нет, помощи нет. Одна святая претензия, плюс его родители. А я и так уже устала, как собака. Я не знаю, что делать, я его люблю, я его хочу изменить, но вряд ли возьмет и подрослая. Что мне делать? Я чувствую обиду, злость, не хочется орать, я больше не могу. Помогите, пожалуйста. Совет. Ваша ситуация, она одновременно и очень грустная, печальная, потому что чувствуется, что вам больно, и к вам действительно есть сочувствие. С другой стороны, ваша ситуация, она выглядит по многим аспектам деструктивно, по многим аспектам указывает на ваши собственные личные проблемы. И мне кажется, что если говорить о том, что вам делать, а советов психологи не дают, то я бы начал с решения этих самых личностных проблем. Если в общих чертах, если в общих чертах говорить, то я бы заострил ваше внимание на то, что вы совсем не умеете выстраивать отношения с позицией взрослого-взрослого. А вы путаете родительскую позицию, позиции женщины. Понимаете, позиция женщины, вот той женщины, которой вы хотите себя чувствовать, это не позиция взрослого, это не позиция равного, это не позиция личности. Позиция женщины, женская роль вытекает из личности. И если личность в человеке не развита, то позиция женщины будет выглядеть, мягко говоря, гротескно. Вот у вас, то, как вы стремитесь к тому, чтобы почувствоваться до женщины, это выглядит именно, что гротескно. То есть, с одной стороны, понятно, что вы хотите быть женщиной. Это нормально? Это естественно. Но за счет того, что в отношениях со своим мужчиной личностный аспект у вас отсутствует, за счет того, что вы хотели с ним быть почему-то маленькой девочкой, почему-то он должен вас защищать, почему-то он должен за вас, как вы говорите, платить, и почему-то он должен сдерживать свои обещания. Вот тут большая проблема. Причем проблема заключается не в том, что, судя по женской вашей модели поведения, вам нужен отец, мужчина-отец. Это-то не проблема, само по себе. Но хотите вы такого мужчину на здоровье? Проблема то, что вы не берете ответственность на себя за то, что вы хотите. Вам нужен такой мужчина, ваш мужчина этим требованиям не соответствует, вы отказываетесь это признавать и пытаетесь его изменить. Из-за страха, вероятно. Из-за страха остаться одной. Из-за страха одиночества. Каким образом этот страх одиночества у вас сформировался? Или может быть это все-то другое, например, проблема самооценки, или может быть тревожность по поводу вашей безопасности? Сейчас сказать сложно. Потому что по вашим словам получается, что в семье у вас все хорошо. Но судя по тому, как ведете себя вы, я бы сказал, что подворные камни в вашей семье присутствуют. Тем не менее, речь не об этом. Это можно обсудить уже более детально, если у вас такое желание появится. Правда, скажу честно, я сильно сомневаюсь, что прослушив мой ответ, он вам, во-первых, придется по душе, потому что вряд ли я вам говорю то, что вам понравится. Вот, я сильно сомневаюсь, что вы захотите работать над собой. Вот, но буду рад, если ошибаюсь. А во-вторых, мне кажется, что вы здесь в данном случае не на самом деле хотите меняться, а вы просто хотите найти сторонника, то есть человека, который вас поддерживает. Психологи не являются сторонниками. Мы решаем проблемы людей, если люди хотят решать проблемы. Мы решаем проблемы тех людей, которые обращаются к нам. Мы не решаем проблемы других людей. Мы не решаем проблемы вашего мужа, вашего срокра, например, и свекрови. Это важно понимать. Так что глобально, мне кажется, что вот этот аспект необходимо корректировать. Теперь, что касается деталей. Итак, вы начинаете с возраста, это мне 26 лет. Почему? Почему вы начинаете с возраста? Какое значение вы в это вкладываете? Дальше. Мы с молодым человеком уже мужем в отношении 3 года. Здесь бросается в глаза то, что вы как будто бы не ощущаете его мужем. Что ж, я вас понимаю, я прекрасно понимал, я прекрасно понимаю, почему вы не ощущаете его своим мужем, а молодым человеком. Вот это, как бы, ну... В данном случае... Ну, естественно. То есть, вот... В данном случае это... Пожалуй... Вполне... Такой... Ну, закономерный... Момент, что вы... Ну, не чувствуете, что он ваш... Что он ваш муж. Урод. Я это... Я это понимаю. Вот. Но, тем не менее, я должен обратить ваше внимание на это. Я, тем не менее, должен обратить ваше внимание на то, что вы как будто бы не определились, как он ваш муж. Или он молодой человек. До сих пор. Все еще. Как... Как это вот... Эм... У... У вас... Мм... Ну, Сочетается, скажем так. Да? Каким образом это сочетается? Вот. Дальше. Год назад я узнал, что беременна, и мы сразу поженились. Вече с тобой. Ну, тоже довольно настораживающий момент, потому что... Вы поженились не потому... Эээ... Что таким было ваше желание. Вы поженились не потому, что вы естественным образом пришли к этому, и вы поженились потому, что... Упивился ребенок. Как будто бы издолго. Далее. Муж мне сказал, что мы со всем справимся. Здесь есть проблема личных границ. Потому что мы... Такие мы. Не понял. Нет никаких мы. Есть я, есть ты. Я делаю что-то, ты делаешь что-то. Дальше. До свадьбы я чувствовал, что он моя опора. Извините, а почему он должен быть вашей опорой? Вы для себя опорой не являетесь? Нет, хорошо, когда человек поддерживает. Но опорой... Нужно вы для себя самой. Дальше. Что он мужчина, ощущал себя маленькой девочкой? Вот смотрите, здесь вы противоречите себя. Если вы ощущаете себя маленькой девочкой, это не мужчина, это отец. И вполне вероятно, что вас много будет человек. Отцом быть для вас не хочет. Он действительно выполнял все свои обещания, плотно не разрешил. Опять же. От кого защищал? Что такого в вашей жизни происходит, что вас нужно защищать? Есть ощущение, что вы сами ответственность на себя, за свою жизнь не берете. Это к вопросу вашей реализации, к вопросу доверия себе, своим чувствам. После свадьбы начался кошмар. Вы пишите. До рождения ребенка мы стали делать ремонт, в итоге он ничего не успел доделать до рождения ребенка. Вот здесь как раз таки проявляется проблема мы. Ремонт стали делать мы, а доделать ничего не успел он. Не кажется ли вам это странно, что если начали делать ремонт вы, то и не успели доделать его тоже вы? Ну, можно сказать, что лично вы, автор вопроса, его не успели доделать, потому что забеременели и, соответственно, были в роддоме. Да. Но это разграничение ответственности, почему-то вы свою ответственность здесь переложили на него и переложили очень легко. Дальше. Для помощи он злал друзей, они чуть-чуть поработают, два часа болтают и пьют чай. Вот, знаете, здесь особенно угадывается ваша тревожность и ваше неумение быть собой, потому что вы можете быть собой, считай, расслабленной, только когда вы маленькая девочка. Вот, когда вы маленькая девочка, вы можете быть собой. В остальных случаях вам нужно все контролировать. В остальных в остальных случаях доминирует контроль у вас. У меня есть вопрос, не считаете ли вы это проблемой? То есть, не считаете ли вы проблемой тот факт, что вы стремитесь к тому, чтобы быть маленькой девочкой для того, чтобы быть свободной, но по сути, вы лишены возможностей быть свободной. Отсюда такая негативная реакция к тому, что делает ваш молодой человек. Отсюда такая тотальная попытка на него опереться. То есть, обратите внимание, вы же все время от него чего-то ждете и более того, вы прямо пишите, что хотите его изменить. И у меня вопрос, а для чего бы вам зачем бы вам его менять? Зачем? Чтобы вам было хорошо. тревожностей. не было тревожностей. Понимаешь себя? То есть, проблему собственной тревожности вы пытаетесь решить за счет другого человека. В данном случае это является как мне кажется системной проблемой, которая делает вас зависимой от другого человека. Точнее, все зависимо от правильного тему созависимости я рекомендовал бы вам почитать. В итоге я думал, что вернулся ребенком из роддома в чистый дом, вернулся в клап и строил материалы. Это было очень обидно, он мог бы все успеть, если бы подростком распоряжался бы временем. Вот здесь 25 метров метает в родительскую позицию. не на равность со своим мужчиной. Возможно, вы и не хотите выстраивать равные отношения. И это нормально, что вы не хотите выстраивать равные отношения. Нет ничего плохого в том, что вы не хотите выстраивать равные отношения, но есть большая проблема, что если вы занимаете роль, например, ведомого, ведущего, вам нужно в этой роли оставаться. Если вы занимаете роль ведущего, то вам нужно в этой роли оставаться. Вас же бросает страну в сторону. Почему? Потому что есть проблема ответственности. Ну, проблема личной ответственности. Я бы так это это назвал. Когда человек не контактирует с личной ответственностью, ну, за себя, то ему, конечно, сложно. Ему сложно удерживаться в какой-то одной позиции. Вот. Ему, ему, ему сложно. Это правда. Ему сложно. Сложно оставаться в одной позиции. Дальше. обида. Это ожидание. Ожидание. Он обещал, что все успеет, но не успел. Мне было очень обидно, я закрыл на это глаза. Вот так вот вы относитесь к своим чувствам. Как, опять же, как родители. Как родители. Я закрыл на это глаза. Пишите вы. Почему? Если вам это неприятно. живем мы у меня дома, я моя мама, он ребенок, так решил я, потому что он не в состоянии обеспеченного жильем, а вы? Вот опять же, понимаете, вы вроде бы выбираете позицию ведомого, но все время решается сам. Если он не может обеспечить вас жильем, а вы находитесь в позиции ведомого, и вы любите, как вы говорите, своего молодого человека, в чем я сильно сомневаюсь, потому что вы его не принимаете таким, как он есть, то вы принимаете то, что он не может вас обеспечить жильем. А это в свою очередь означает, что вы принимаете его возможности, его ресурсы. его ограничения. Происходит ли это? Нет. Нет. Не происходит. Дальше. Чего родителям я просто не смогу жить? Да, вы описываете их, как весьма дисфункциональных представителей семьи его. За квартиру платит мой брат. Он работает старше и состоятельнее меня. А как обстоят дела? Дела с реализацией у вас. Я имею ввиду с вашей карьеры. Он хотел нам помочь, но видимо моего мужа это очень устраивало, удобно, он сам никогда не понимал тему, что мы сами должны платить за квартиру. Вот опять я мы. Видите какой у вас быстрый плавный переход? Он не понимал тему, что мы сами будем платить за квартиру. Но если мы, так почему он? Это и вы что он? Но мне кажется, что ваше мы это он. Когда вам удобно. А когда неудобно, ваше мы, это я. То есть понимаете, личные границы, ваши личные границы в данном случае стерты. И я вижу в этом последствия вашей уже семейной системы. Я вижу последствия того, как вы формировались в вашей собственной семейной системе. На мой взгляд, на мой взгляд, это оказывает на вас существенное влияние. влияние. конечно, не знаю, насколько сильное влияние, но существенное. Так, по крайней мере, пока что это выглядит. таким образом. Дальше. Так, наконец-то мы пробуем сами оплачивать коммуналку, но я не уверен, что это снова не ляжет на мои плечи, потому что он элементарно забудет проверить почтовый ящик со штаной. Так вы определитесь, вы хотите, вы хотите, вы платите за коммуналку или вы не хотите, чтобы это легло на ваши плечи. Вы определитесь. Далее, после свадьбы начались претензии от его мамы и папы, что они так с ним обращаются, не пишут, не хочу ездить на дачу, они пытаются меня переделать под себя. Но они могут в общем и целом как мне кажется пытаться что угодно, понимаете? То есть они-то могут пытаться что угодно. Вопрос заключается в том, как вы на это реагируете. То есть они пусть пытаются, они пусть пытаются вас переделывать, они пусть пытаются пытаются делать что угодно, как это влияет на вас. И забегая чуть вперед по поводу вашего ребенка вы не можете ограничивать общение дедушки и бабушки с их внуком без оснований на то, которые достаточно четко прописаны в законодательстве. Это является правонарушением, насколько я знал. поэтому здесь опять же история про выстраивание границ. Дедушка и бабушка могут общаться с своим внуком, имеют право, но обязательно так, как вы сами определите. Вы определите. Как родители. Дальше. Его папа очень вироничный, ему еще за него стал заикаться, поэтому я их избегаю, нескольченная разборка в доме, у меня здесь спокойно всегда было. Как будто бы здесь вы опять же говорите про свою тревожность и про невозможность выстраивать личные границы, а ваше спокойствие в семье здесь представляется как избегание. Избегание точнее. Понимаете? то есть ну вот грубо говоря то, что вы так стремитесь к спокойствию и избегаете любого конфликта, где нужно себя проявить, говорит обе ум, что вы опять же в себе не уверены. И ваше ваше спокойствие в семье как бы не было потакания вашей неуверенности в себе и избегания. Погружением в иллюзию, а не реальный мир. Я вообще против того, чтобы его папа общался как-то с нашим сыном. Я хочу изберечь нервную систему ребенка. Но пока на нервную систему ребенка действует только вы и ваш муч. Муч работал в ЗП на 30 тысяч рублей. Его сейчас повысили, но это все несерьезно, смешно, его за ребенка нам не хватит. Опять же, вот, знаете как, нам не хватит, но муж, мужа повыше. То есть, такое ощущение, да, что вот как-то вот у вас нет раскраничения, где я, где мой муж, за что он ответственный, за что я. Я не могу пойти на работу, так как ребенок от меня зависит, а раньше вы работали. Вы говорили про то, что муж ваш за вас платил и защищал. Вы вообще хотите реальный за вас встал. У вас есть мама ваша, которая могла бы ребенком посидеть. Это не проблема для человека, который хочет работать. Но, повторюсь, дело здесь не в том, вы поймите, вы не должны чего-то делать, чего вам делать не хочется. Я о другом говорю, не о том, что вы должны работать, себя обеспечить. Я говорю о том, что вам нужно определиться со своей позицией. Вы сами какой хотите быть. Уверены ли вы, что принимаете своего мужа, так что любовь это принятие. Или вы хотите просто сформировать в человека, который показался вам подходящим для этого основанием, основой. Вы хотите сформировать из него некого своего идеального мужчину. Ну, извините, это живой человек. И он такой, какой он есть. Дальше. Вы обесцениваете своего мужа, потому что обесцениваете его повышения. Муж же только на словах говорить, он найдет вторую работу или сменит эту на деле его все устраивает, он не репутся никуда. Это его право. Это его выбор. А ребенку думает, в последнюю очередь, при любой возможности, он линяет гулять с друзьями. Пишите вы. гулять. Ну, вот, здесь у меня к вам, пожалуй, такой вопрос, что если у вашего мужа нет привязки к ребенку, то это скорее всего либо он не готов к тому, чтобы быть отцом, и вы не могли этого не видеть, общаясь с ним, либо у него отсутствует личностная связь с вами. Да, у меня действительно складывается ощущение, что вы взаимодействует только как мужчина и женщина и мужа-жена. У меня нет ощущения, что между вами и вашим мужем есть уважение, есть личностное общение, и вообще есть что-то общее. Простите. У меня нет такого ощущения. Дальше. Я стал нагрузять его ребенком, чтобы он понял, каково мне худшее, что вы можете сделать, вы таким образом увеличиваете только уровень протеста. То есть таким образом вы вызываете только протест. У вашего мужа только протест. Вы вызываете человеком. А у него за счет такой поведенческой поведенческой модели, к сожалению. мужчине. Потому что человеку, ну, на мой взгляд, так скажем, должно хотеться взаимодействовать с ребенком. если ему не хочется заставлять его не научит. Тот факт, что вы его заставляете травмирует и вредит вашему ребенку больше даже, чем если бы с ним общался его отец, но при этом вы были бы, скажем, так функциональной семьей для рыбок. Вот. Поэтому здесь вы по большому счету ситуацию конечно усугубляете еще больше. Вот. И это все нужно срочно, все нужно срочно корректировать, срочно это все нужно приводить, ну вот к такому адекватному в адекватном состоянии. Вот. Иначе это очень может очень плохо может закончиться как для вас, так и для ребенка. К сожалению. Большому. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы внимательно прислуш... ну, прислушаетесь к тому, о чем я говорю, даже если вам это будет не по душе. ну, потому что хотя бы взрослые люди так и так и делают. Да? Мы вот этим в общем-то и отличаемся от детей. Мы отличаемся от детей тем, что мы можем воспринимать то, что нам не нравится. Вот. Дальше. Ам... Так, чтобы он понял, каково мне, он, посидев сегодня на меня оторвался, начал орать. Это говорит о том, что у вас есть критик, конфликт. У моего мужа личная претензия, что в доме все не так, хотя это не его дом, напоминаю, что мы живем у моей мамы. Если бы не я, он бы до сих пор щеголял при моей маме в нижнем белье, потому что так привык и так удобно. Ну, смотрите, здесь на уровне поведения проблема какая? Вы определитесь, вы как бы принимаете, что муж такой же полноценный хозяин вашего дома, какого я за меня, если вы ведома, ведома. Потому что такое ощущение, что когда вам удобно, он должен все для дома делать. Когда вам неудобно, он не имеет никаких прав. Вы говорите, если бы не я, он бы там сигнал и так далее. Что это как не принижение человека. Понимаете? Что это как не обесценивание его. То есть, по сути, вы говорите, что ты мне должен. вероятно, муж не чувствует себя как раз-таки хозяином-то. То есть, и у площади, на которой вы проживаете. вероятно, муж не как раз-таки не чувствует себя свободным. Может быть, поэтому и кричит. Хотя, скорее всего, есть и другие причины. Вряд ли только одна причина. Дальше. Так. Вы и я ему еле-еле объяснилось, что это элементарно непривычно. Всегда подходит фраза в чужой монастырь в своем самом деле. Так, если чужой монастырь, зачем ему что-то делать? Для вас. Ремонт тут тоже не доделаю естественно. Так, а зачем, если это чужой монастырь? Понимаете, да, то есть, как бы, вы в своей позиции как-то не можете определиться. То одно, то другое. Я когда он жил не со мной, его мама нянчилась вечером с ним и его папой. Все для них делает, работает, тащит, едва их на горбу, его папа посылает и грубит маме, она все кушает, я ему всегда говорю, что у нас в семье так не будет. По сути, вы его воспитываете. Понимаете, вы говорите, у нас в семье так не будет. Но что есть? вот это у нас в семье? Что такое у нас в семье? Что это? У нас в семье так не будет, а как будет у вас в семье? что обеспечивает, что обеспечивает, что обеспечивает, то, что у вас в семье, например, могло бы быть по-другому. Что обеспечивает. Это за счет чего не будет. Вы понимаете, за счет чего в его семье это происходит? Дальше, я не его мама. Ну, вы ведете себя как его мама. Я не хочу, я хочу чувствовать себя женщиной, а не мамой. Для этого нужно быть взрослой. А чтобы быть взрослой, нужно выстраивать равные отношения, а не чувствовать себя маленькой девочкой. Понимаете, снова противоречие. Вы говорите с мужчиной, я чувствовал себя маленькой девочкой, но хочу быть женщиной. Так вы определитесь, вы хотите быть маленькой девочкой, или вы хотите быть женщиной. Это взаимоисключающие понятия, потому что маленькой девочке нужен отец, а женщине нужен мужчина. Но мужчина и женщина это равноценные и равнозначные фигуры. Понимаете? Чтобы быть равнозначной и равноценной, нужно быть уверенным в себе, нужно иметь адекватную самооценку, четкую позицию и ответственность за свою позицию нижние. Сейчас у меня есть, как я и сказал, у меня есть сомнения в том, что у вас это все присутствует. он меня служит, пытается исправиться, что-то делать, но ничего не выходит. Но это так не работает. Мужчинами так не становится. Это вы его воспитываете. Я чувствую себя мамой, одиночкой, двоих детей. Правильно что вы воспитываете? Потому что он как мужчина не состоялся. Ага, как же вы его выбрали тогда? Понимаете? Денег нет, помощи нет, обнасветая претензия. Плюс его родители, я так устал, как собак. Ну, я говорю, вы как-то выбрали себе мужчину и пытаетесь его переделать под себя. Я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Я его хочу изменить. Это невозможно. Что мне делать? Я чувствую злость, обиду, мне хочется орать, я больше не могу. Ну, смотрите. Что касается ваших чувств, то ваши чувства мне ясны, ваши чувства мне вполне понятны в этом смысле. Я думаю, что то, что может сделать психолог психолог в этом случае для вас, это он может помочь вам ваши чувства, конечно же, прожить. То есть, мы можем помочь вам прожить ваши чувства, тянули, чтобы они вас не отправляли, чтобы они вас не тянули, условно говоря, назад, так, как это происходит сейчас. В этом мы можем вам помочь. Но дальше уже, я думаю, вы вполне способны будете сами решить, в каком направлении вам двигаться. Дальше, я думаю, вы сами способны решить, куда вам двигаться. Ну и совет, повторюсь, советов психологи не дают. Вот такой получился ответ. Он, конечно, получился немного более эмоциональным, чем я хотел. И, возможно, из-за того, что я старался указать вам на каждую деталь, возможно, в моем ответе прозвучало какое-то обвинение в вашем так, по крайней мере, могло показаться, но нет. Я вас не обвиняю. Я лишь говорю о том, что базовой проблемой является то, что вам сложно. Вам сложно практически, практически, физически сложно самостоятельно принимать решение. Вам практически физически сложно самостоятельно вырабатывать свою позицию и нести за нее ответственность. у вас есть серьезные трудности с тем, чтобы разграничивать себя и молодого человека, своего мужа. С этим есть серьезные трудности. у вас есть трудности с тревогой, со страхом, который я описывал. Ранее, сейчас, наверное, повторяться, пожалуй, не буду, потому что так уже довольно много получилось по хронометражу ответа. я был бы очень вам благодарен, если бы вы сформулировали обратную связь по моему ответу как основу для вашей будущей психотерапии. возможно не только для вас, но и для вашего мужа, если он допустит, признает, что проблема существует, что это определенный кризис. Ну, определенный кризис, вот у вас в отношениях. Да, это вполне может быть кризис трех лет. Это вполне может быть кризис трех лет. Почему? Потому что в три года пары достаточно часто сталкиваются с серьезными конфликтами, серьезными проблемами, вот, и соответственно им сложно это, ну, скажем так, им сложно это решить, им сложно это решить. Вот. Такое бывает. важным элементом является факт наличия ребенка. То есть, на мой взгляд, ребенок создает дополнительную кризисную нагрузку. т.е. вообще говоря, присутствует такой элемент еще, что кризис рождения ребенка, когда люди по большому счету уже не являются только взрослыми, а они уже являются родителями. Вот. И этот кризис тоже достаточно сложно и тяжело проходится некоторыми людьми. Вот. Особенно людьми не очень хорошо знакомыми с самими собой, со своими эмоциями, да, со своими переживаниями и так далее. Вот. Такое бывает. Вот здесь опять же нужна в этом смысле помощь психолога для того, чтобы помочь людям в этой ситуации к этой ситуации, точнее, к этой ситуации адаптироваться. Вот. Чтобы помочь в этой ситуации себя не потерять то есть ну сохранить сохранить себя, да, свою личность. Вот. И не навредить ребенку ко всему прочему еще. Все это предполагает индивидуальную работу. Ну вот. Хорошим, обнадеживающим на мой взгляд фактором является то, что вы задаете свой вопрос и все-таки говорите о проблеме. Но как вы хотели бы эту проблему решать? Большой вопрос. Если вы хотите решать эту проблему за счет изменения своего мужа, то здесь вы обречены на неудачу. Изменить вашего мужа не получится. если вы готовы меняться сами, что ж, в таком случае все хорошо. И я думаю, что шансы у вас есть. Изменить это сами начнет меняться ваш муж. Только так, не наоборот. Наоборот, не работает. Вы сами говорите, что вашему, ну, вашему мужу в принципе все нравится. Вы сами говорите о том, что его в принципе все устраивает. И вы знаете, я вам верю. Я верю в то, что его все устраивает. В это довольно легко поверить. Такой ответ я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. я ни как это я что это удачи. Продолжение следует...